Дорогие друзья, привет всем из студии Александра Золотухина! Страна Йорка, то есть Коваля, то есть фломастерная. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать и так далее. Помните, такое стихотворение было? Так вот, как хорошо, наконец, самому все включить, не отрывая Сашу от дел. Саша оставил двухминутную инструкцию, как все подключить. Вроде бы я все подключил. Будем надеяться, что все будет хорошо. А что именно будет? А будет разбор! Все раз школьный этап. Вот так-то. К сожалению, Мишенька сейчас недоступен. У него уроки и так далее, поэтому разбирать за него буду я. Все. А вот Тургор, дай бог, в воскресенье мы разберем вместе. С недельным опозданием или даже больше. Ну как бы уж что поделаешь. Тургор, кстати, жутко сложный был. Одну задачу я до сих пор не понимаю, как решать. Вот. Итак, все раз школьный этап. Видимо, десятый класс. Раз, Мишенька, в десятом классе. Разбор будет иногда неполный. Задачи я едва видел, но не могу сказать, что вижу их первый раз. Я их просмотрел. Примерно представляю, как решать во всех случаях. Некоторые даже решил прямо вот до конца. Остальные мы добьем прямо на ходу. Ну, в общем, вот так. Задача номер один. В каждую клетку таблицы 5 на 5. Вот такая вот табличка. Невидимыми чернилами вписано натуральное число. О как. Известно, что сумма всех чисел равна 200. А сумма трех чисел, находящихся внутри любого прямоугольника 1 на 3 равна 23. Чему равно центральное число в таблице? Так, ну вот у меня, значит, вот такая вот ситуация, да? Ну, на самом деле, эти тоже все можно отметить. Просто центр интересует меня в первую очередь, да? Вот. Ну и вот, значит, что мы можем сказать по этому поводу, да? То есть любая вот такая вот хрень содержит сумму 23. Давайте посмотрим, значит, вот это за х обозначим. Ну, подумайте некоторое время, да? Может быть, сообразите что-нибудь. Вот. Ставьте на паузу, думайте. А мы разбираем. То есть я разбираю. Значит, вот это вот и х, неизвестное мне число. Давайте сообразим в следующий момент, что вот как бы эти троечки, они перекрываются по одному, да? Вот здесь, по вот этому перекрываются, по вот этому перекрываются. И мы можем этим воспользоваться следующим образом. Давайте вот эту сумму обозначим, вот сумма вертикальная, да? Сумма вертикальная. Сумму чисел вот в этом вот промежутке, да? Сумму вот эту. А, так, как бы это сделать, чтобы было заметно. Вот эта вот сумма будет вертикальная обозначена. А вот эта сумма будет обозначена сумма горизонтальная. Мы сейчас их быстренько найдем. Значит, как мне найти эти две суммы? Вот это 23, 23, 23, 23, 23 и 23. И это тоже 23, 23, 23, 23, 23 и 23. Итого 10 раз по 23. Чему равно? Это сумма всех вообще чисел в таблице, но при этом центральный столбец взят дважды, потому что каждый раз перекрытие ровно по одному элементу. Поэтому равно 200 по условию плюс сумма вертикальная. Ну и отсюда сразу ясно, что сумма вертикальная равна 30. Естественно, сумма горизонтальная тоже будет равна 30, потому что в точности тот же самый аргумент, только с вертикальными палочками. Вот, 230 равно 200 плюс сумма. Вот, итого, вот эта вот сумма равна 30, и эта сумма тоже равна 30. Ну, собственно, на самом деле прикол в том, что мне вот это даже не нужно. Мне достаточно вертикальной суммы, что она равна 30, потому что смотрите, что я теперь делаю. Теперь я беру два вот таких чемоданчика, вот так и вот так, и в каждом из них сумма равна 23. И получается, что вот эта вот 30, которая сумма вертикальная, равна 23 плюс 23. Но на самом деле не совсем, если я все вот эти числа сложу, я как раз центральное число возьму дважды. Поэтому вот это 23 плюс 23, это не совсем 30, это 30 плюс x как раз. То есть, это сумма вертикальная плюс еще один раз взятый x. Откуда немедленно получается ответ? x равно 16. Казалось бы, задача решена. Но на самом деле это не так. Потому что если конфигурации с требуемыми условиями вообще не существует, то ответ здесь был бы любой, например, минус 586 или 2π плюс e. Потому что если условия несовместимы, да, то тогда, ну как бы в этом случае, как бы, ну если условия несовместимы, значит такая ситуация невозможна, и в ней возможно любое значение центральное. Если бы эти условия были несовместимы друг с другом, что сумма равна 200 и в каждом ящике 23, тогда дано соблюдаются эти условия, чему равно x. Так как эти условия не соблюдаются, то дано уже неверно, из этого может выведен быть любой факт, да, ну как бы по логическим законам. Поэтому чтобы мне все-таки до конца довести, мне нужно привести конкретный пример. Тут я дал Маху, конечно, я не знаю, что, как его выводить. Я написал сюда x, y, 23, минус x, минус y, тогда здесь снова x, здесь y, тут какой-то z ввел. Короче, трехпараметрическое получилось семейство чисел, удовлетворяющих условию, что сумма везде равна 23. Но еще есть условия, что сумма всех вообще равна 200. Я его не довел до ума, наверное, трехпараметрическое превратится в двухпараметрическое. Предлагаю вам самим всем получить все возможные ответы в этой задаче, вообще все. А я просто позвонил Мише и спросил его ответ. Его ответ такой, он нарисовал следующую схему. 5, 16, 2, 5, 16 и по кругу. Значит, 16, 2, 5, 16, 2, 2, 5, 16, 2, 5, и снова то же самое. 5, 16, 2, 5, 16, 16, 2, 5, 16, 2. Ну и легко понять, что здесь все действительно удовлетворяется. Вот, то есть, вот, как бы, ну, все трешки это 16, плюс 2, плюс 5. Вообще все, любое место, где вы положите вот такую трешку, горизонтально или вертикально, у вас будет рядом, ну, как бы написано три числа 16, 2 и 5 в каком-то порядке. Поэтому, как бы, все будет удовлетворено и все будет хорошо. Ну, а сумма, значит, в каждой строке, соответственно, у нас, вот в этих, как бы, в этих строках по 2, дважды 16, это 32, да, плюс 10, это 42, значит, 44, да, 44, вот здесь, здесь, здесь и здесь. Итого, 44 на 4, да, 176 вроде бы получается. И, соответственно, здесь остается 24. Ой, сейчас, я тормоз. Сейчас, еще раз, 32, 34, 44, да? А, нет, я бы то, что глупо искал, здесь 44. Здесь 32 плюс 5, 37. Здесь 41, на самом деле. Вот, здесь тоже 44, здесь 41. А здесь, получается, значит, 16, здесь 30. 30, ну, естественно, 30, мы же знаем, что здесь 30. Итого 45, 45, значит, сейчас 85 и 85, 170 плюс 30, 200, да, все верно. Условие соблюдено, задача решена полностью. Как-то мы много на него времени потратили. Но вообще, там даже Мишка до конца не успел все сделать. Он какой-то долгий оказался, этот школьный этап. Так, задачи, кстати, очень все, прям как на подбор, красивые. Хоть и не сложные, но красивые, и как бы, ну, не на 5 минут. То есть, это как бы, действительно, все 8 решить за раз. Ну, можно, если его повезет, там, не ошибаться нигде. Вот. Переходим к следующей задаче. Одну, кстати, я так до конца и не решил, если честно. Я всем предложил самостоятельно решать. Так. Так, это какая-то из последних. Отложим пока ее на конец. Во, вторая мне очень нравится. Мне вторая жутко понравилась. Дано. А плюс Б на А минус Б равно 3. Найти А квадрат минус Б квадрат на А квадрат плюс Б квадрат. Вот так вот. Смотрите, как я это решил. Вы офигеете, это очень красиво. Я прям горжусь собой. Так. Смотрите. А квадрат минус Б квадрат делить на А квадрат плюс Б квадрат. На самом деле равно. Удваиваем то, что наверху 2 умножить на А минус Б на А плюс Б. Делить на 2А квадрат плюс 2Б квадрат. Спрашивается, нахрена? Нахрена? Нахрена за такая песня есть у Чаева. Нахрена там что-то такое. Вот. Так вот. Это вот для чего делается. Чтобы теперь написать так. Смотрите, что я сейчас делаю. Это фокус-мокус от салатана. Фокус-мокус от салатана состоит в следующем. На самом деле сумма 2 квадратов. Это уполовиненная сумма вот таких квадратов. Ну, 2АБ здесь и здесь сократится. А вот теперь я уже делю на А минус Б. Я имею право, потому что по условию это равно 3, а значит знаменатель и не 0. Уж точно. Делю на А минус Б в квадрате. В обе части получается 2А плюс Б делить на А минус Б. Это вверх. Делить на 1 плюс А плюс Б на А минус Б в квадрате. Вот так. И ответ сразу же готов, потому что это ровно то, что нам дало. Дважды 3 делить на 1 плюс 3 в квадрате. 6 десятых или 3 пятых. Ну, вообще строго говоря, здесь тоже, так вот строго, если говорить строго, то здесь тоже требуется, здесь тоже требуется доказать, что вообще это дано не противоречит ничему. Ну, то есть привести какой-нибудь пример, когда А плюс Б делить на А минус Б равно 3. Ну, это несложно, да, это несложно. То есть я доказал, что если это хоть когда-то реализуется, то для любых АБ, для которых это реализуется, верно, что эта штука равна 3 пятых. Но все-таки надо привести пример. Ну, что там 2 и 1, да? 2 плюс 1 делить на 2 минус 1 равно 3. То есть типичный пример это А равно 2 и Б равно 1. Кстати, можно заодно и проверить. Тогда это равно 2 в квадрате 4 минус 1 делить на 4 плюс 1. Как раз 3 пятых. Ура, проверили, все верно. Чики-брык, чики-брык. Это из Драгунского. Шляпу там выкинули. Вторая задача решена. Поехали дальше. Господа. Сейчас будем дальше решать. Вот. Вот так вот. Сейчас. Что-нибудь еще порешаем. На этой прекрасной доске. Что дальше? Номер 3. У Юры Савватеева есть N карточек, на которых написаны числа от 1 до N. Юра Савватеев это реальный персонаж, мой сын, мой четвертый ребенок по порядку. И у него действительно бывают всякие карточки. И он их действительно иногда теряет. После того, как Юра потерял одну из них, сумма чисел на оставшихся равна, оказалась равна 100. Так, какая-то выпала. И сумма вот кроме этой какой-то равна 100. Какое число написано на потерянной карточке? Ну и заодно чему равно N, конечно. Мы решим задачу полностью. Вот это чему равно неизвестно, вот это чему равно неизвестно. Но здесь такая, значит, штукенция. Тут как бы на самом деле можно, конечно, подбором решать. Но можно как? Смотрите, вся сумма, сумма всех, она чему равна? Она равна 1 плюс 2 плюс так далее плюс N. Вот. То есть она равна N на N плюс 1 пополам. Вот. И, значит, соответственно, мы можем аккуратно подобрать момент, когда это становится больше 100. Потому что если сумма оставшихся равна 100, то, соответственно, исходная сумма уж точно больше 100 была. Ну и видно, что это при N начиная с 14, да? То есть 13 еще не годится. Сумма от 1 до 13 равна 13 умножить на 14 пополам, то есть 91. Биномиальный коэффициент. Это, кстати, C из N по 2 как раз. И C из N плюс 1 по 2, извините. Вот. И получается, что при N равно 13, мало, мало. Сумма равна 91, она меньше 100. У нас ничего не выйдет. Вот. Значит, соответственно, мы уже знаем точно, что N больше или равно 14. Но теперь, внимание, при N равно 15, при N равно 15, эта сумма равно 15 на 16 пополам, то есть равна 120. Внимание, она равна 120. И ни одну карточку потерять уже нельзя из вот этих, чтобы сумма была равна 100. Потому что потерять придется 20 очков, а у нас максимальная 15. И вот здесь я предлагаю всем, ну, как бы понять, что дальше будет еще хуже. Ну, это как бы, я не знаю, насколько строго требовалось здесь на школьном этапе это объяснить. Ну, очевидно, да, что дальше будет еще хуже. То есть при N равно 16, 17 и так далее, терять надо будет еще больше. Ну, можно какими-то оценками написать, что и дальше тоже ничего не годится. Поэтому, значит, N, поэтому меньше или равно уже 14 из-за этого, да? А значит, N равно 14. Ну, и тогда совершенно ясно, чему равна потерянная карточка. Потому что C из 15 по 2, то есть вот эта вот сумма для 14, равна 14 на 15 пополам, равна 105. И тут уже все хорошо, да, у нас были на самом деле карточки 1, 2, 3, 4, 5, так далее, 14. Сумма была равна 105. Юра Саватеев потерял вот эту карточку, и сумма стала равной 100. Поэтому ответ, число, написанное на потерянной карточке, равно 5. А всего карточек было 14 подряд идущих. Так, третья задача разобрана нами. Сейчас будем идти дальше. Сейчас будем идти дальше. Задача номер 4. О, красивая. Кстати, некоторые ответы у меня могут быть неправильными, если я неправильно до конца досчитал. Но сейчас, как бы, я надеюсь, что все правильно, но фиг его знает. Так, давайте разберем задачу номер 4. Хорошая, красивая, тоже симпатичная очень задачка. Так. В центральной клетке доски 21 на 21 находится фишка. 21 на 21. Ну да, конечно, большая доска. О, большая. Значит, вот здесь находится фишка. Идем дальше. За один ход можно передвинуть фишку в соседнюю по стороне клетку. Алина сделала 10 ходов. Алина, соответственно, подружка. Дочка одного моего бывшего ученика в Рэш. Вот, значит, Алина, соответственно, он тут совсем сосед у нас, а они одноклассницы. Видите, персонажи все вокруг нас. Так. Итак. Сделала 10 ходов. Этой фишкой. А можно передвигать, значит, за один ход можно передвинуть фишку в соседнюю по стороне. То есть по диагонали нельзя. Сколько существует клеток, где может оказаться фишка? Вот это прикольная задача на самом деле, да? В принципе, она может оказаться в исходном месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Но давайте посмотрим, докуда она может на самом деле дойти максимум. Оказывается, что вот ограничение 21 на 21, оно как раз таково, чтобы вверх можно было дойти и вниз тоже дойти при желании до самого конца. То есть вот у меня здесь ровно 10. Ну, давайте прямо нарисую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять клеток. И если до конца вести, то как раз раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, упрешься вот сюда. Значит, вот здесь условно можно оказаться. Дальше. Можно вот в этот момент свернуть направо и оказаться вот здесь. И вот дальше как бы смотрите, какая интересная фигня происходит, да? То есть можно вот оказаться, да? Вот это называется, по-моему, манхэттенской метрикой. Можно оказаться на расстоянии. Вот это максимум, это сумма как бы, то есть это вот как будто все улицы вот такие. И вот за 10 ходов, докуда я могу дойти? То есть максимум вот до этого вот периметра. Но было бы ошибкой вот в этом месте заключить, что нужно просто посчитать точки, количество точек вот в этой вот, вот в этом таком квадрате косом. Потому что, потому что вот сюда я попасть не могу. А почему я сюда попасть не могу? В чем стоит ограничение-то, а? Ограничение в том, что нечетно. Вот это вот, как бы, если мы введем в систему координат, это полезное здесь дело, целочисленных координат. Каждая точка получает две координаты. Вот это, например, 0,4, это 0,0. Вот это 0,9. Так вот, если я сделал 10 ходов, я на каждом шаге меняю на единицу сумму координат на, ну, как бы, любую из сторон. То есть я меняю четность суммы координат. И поэтому после 10 ходов сумма координат должна быть четной. Та же, как она и была в начале, обязательно. Она не может быть нечетной. Так вот, теперь я предлагаю всем понять, и вот это я доказывать не буду, ну, потому что это как бы муторно, что это единственный вариант в задаче. То есть, иными словами, в любую точку, где четная сумма координат, и которая попадает вот в этот вот, вот такой вот странный квадрат косой, перевернутый ромб, такой квадрат точнее, вот, можно попасть, то есть через одну можно попасть, куда хотите. Вот в любую изоточку можно легко построить маршрут. В любую точку с четной суммой координат. Вот, то есть в любую точку, которая делится на гауссовое число 1 плюсы, в целых гауссовых числах. Простите, то, что я сейчас сказал, не обязательно знать и понимать. Вот, ну, а тогда все становится совершенно очевидным, потому что как раз остается просто квадрат, вот такой косой квадрат размера 11 на 11, если очень аккуратно посмотреть на это все, то есть с точки 0,10 до точки 10,0 по диагонали будет ровно 11 ходов, и таких рядов будет ровно 11. Итого ответ, если я не ошибся, ответ 121, то бишь 11 в квадрате. Вот сколько клеточек открыто для Алины, вот, куда может попасть ее фишка. Так, мы в середине пути, господа. Мы сейчас продолжим пятую задачу. Я завтра не смогу быть там. Так, пятая задача. О, yes! Это супер задача, которую выдумал я сам 33 года назад, один в один. Но, видимо, эта задача была потеряна и выдумана снова. Даже цифры у меня были практически, по-моему, просто те же вообще. Это задача Алексея Саватеева 1988 года. Я ее придумал, показал своим учителям. Они сказали, очень мило и очень просто. Очень красивая тренировочная задача, сказали они. И вот она перед вами. Ну, конечно, ее задом выдумали, никто не вспоминал, что Саватеев когда-то. Ну, понятно, это все потеряно. Хулиган Вася! Нет, хулиган это Леша Саватеев. Задача была про меня. Хулиган Леша любит бегать по эскалатору в метро. Я, кстати, обожал это делать и сам лично замерял все эти дела тогда. Я вверх перегонял эскалатор, как бы идущий вниз. Вниз я умел перегонять вверх. Хорошей форме был спортивный. Хулиган Леша Саватеев любит бегать по эскалатору в метро, причем вниз он бежит в два раза быстрее, чем вверх. Итак, вниз. Ну, тут на самом деле сразу я, как бы, чтобы лишнее не это самое, сразу переведу в конкретной скорости. Вниз 2 метра в секунду. Это совершенно не важно. А вверх, значит, это вниз. А вверх 1, ну да, 2В, да, 2 метра в секунду. Вверх В равно 1 метр в секунду. Вот, ведем сразу конкретные значения. Вот. Если эскалатор не работает, то чтобы сбегать вверх и вниз, Леше потребуется 6 минут. Вот. Но если он не работает, если он стоит, да, эскалатор, что такое 6, значит, 6 минут, да, то есть на самом деле, а, ну да, я сейчас скажу, какой он должен быть тогда длины. Вот. Он, значит, должен быть длины 4, слушайте, можно 6 секунд? Давайте 6 секунд будет. Я решал 6 секунд. Минут это что-то многовато. 6 секунд будет. Это совершенно не важно. Здесь все как бы масштабируется. Здесь очень много таких инвариантов преобразований. Группа преобразований, сохраняющая эту задачу, она очень большая по размеру. Вот. Давайте 6 секунд будет. Тогда у нас 4 метра эскалатор. Такой коротенький эскалатор 4 метра. И понятно, что тогда как раз я вверх, значит, 2 метра вниз 2 метра в секунду за 2 секунды, и вверх 1 метр в секунду за 4 секунды. Итого будет, итого за 6 секунд, очевидно. И вот дальше начинается дополнительное условие. Если эскалатор едет вниз, то чтобы сбегать не вверх и вниз, Лёше потребуется 9,6 секунд. Значит, то есть, если эскалатор, вот если он стоит, то так. Если он едет вниз, то 9,6 секунд потребуется мне для его преодоления. И вопрос в том, сколько секунд потребуется, чтобы сбегать вниз и вверх по эскалатору, который будет ехать вверх. Вот. И вот удивительный факт. На первый взгляд кажется, что ровно столько же. 9,6. Но это неправда, потому что я как бы вверх обгоняю его медленнее, чем вниз. То есть, когда он идет вверх, да, грубо говоря, представьте себе, что я плохо бегаю. И тогда я не могу вообще обогнать эскалатор, идущий вниз, если я бегу вверх. Меня он сносит, да, туда, вниз. И все, тогда бесконечное время потребуется на это. Но если он идет вниз, то я как бы вдвое быстрее. Ну, понятно, вверх я спокойно со своей скоростью вместе с эскалатором еду и вниз бегаю. То есть, в этой задаче времена разные. И это очень красиво. Я помню, что я очень гордился этой задачей, вот, когда я ее сочинил. Ну вот, так что же мы делаем? Мы должны как-то записать это условие и написать, что же тогда будет, если, значит, соответственно, эскалатор движется вниз, дает вот столько. Вопрос, сколько даст, если едет вверх. Ну что, давайте сварить. Я не знаю, чему равна скорость движения эскалатора, я обозначу ее за W. Тогда получается следующее уравнение. Вот что происходит, когда он едет вниз? Что это значит? Это означает следующее. Что 4 метра, едущие вниз, здесь добавляется моя скорость к эскалаторной. Добавляется. Вот. А, соответственно, вверх она вычитается, но вверх я медленнее. Поэтому получается вот такое вот, значит, условие, да. Да, правильно, вот такое условие. То есть, вот это вот равно 9,6. То есть, смотрите, когда он едет вниз, мне вверх надо его перебегать. Это жутко тяжело, да. Я бегу вверх, вот, и я бегу вверх, и вот меня вот он сейчас носит вниз со скоростью W. И все-таки я его перебегаю, а потом вниз с огромной скоростью лечу, 2 плюс W. И это равно вот этому. А надо узнать, чему равно, наоборот, 4 делить на, значит, 1 плюс W плюс 4 делить на 2 минус W. Вот такая вот замечательная задачка. Смотрите, как бы нам дано вот это, а надо найти вот это. Ну, в сущности, после этого, как бы вопрос дела техники просто. Потому что нам совершенно конкретное уравнение просто дано, да. Просто совершенно конкретное уравнение. Вообще можно поделить все на 4 вначале, а потом умножить снова. Ну, давайте. Нет, ну, в принципе, здесь, а, ну, здесь, да, если мы просто это уравнение поделим на 4, мы получим 9,6 на 4 делится, да, получается 2,4. То есть, получается следующее, 2,4 равно 1 на 2 плюс W плюс 1 на 1 минус W. Ну, давайте это приведем к нормальному виду. У меня все сократится. У меня будет здесь 1 минус W на 2 плюс W, да. А здесь будет 1 минус W плюс 2 плюс W. И W уйдет. Получится вот такое уравнение. Вот. Или что то же самое. Кидаю это налево. Там получается 1 минус W на 2 плюс W равно 0,8. Я сейчас быстренько найду из этого W. Что у меня будет? 2 минус 2 плюс 1 минус W минус W квадрат равно 0,8. Вот. Или уравнение W квадрат, соответственно, плюс W. Так, это справа, значит, минус 1 и 2 равно 0. Вот. Ну и вот здесь надо как бы угадать корни на самом деле. Корни надо угадать. По-моему, 1,2, да, является корнем. Но можно вообще что сделать? Можно умножить. Значит, мы 4 W квадрат плюс 4 W. В плюс 1 равно 4,8 плюс 1. Сейчас, у меня какие-то… Сейчас, я где-то либо ошибся. Сейчас, секунда. У меня все получалось по-человечески. А вот сейчас я начал решать, у меня вышло не по-человечески. Сейчас. Где у меня? Значит, должно быть равно 1,2. Скорость эскалатора должна быть равна 1,2. Сейчас, давайте проверим. Сейчас, 4 на 2. А, сейчас, стоп. Стоп, 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 стоп. Секунда. Я правильно сказал, что эскалатор длиной 4 метра? Смотрите, если 4 метра, то я 2 секунды туда. А, 4 вверх, да. Все правильно. Так, сейчас, значит, мне казалось, что корень здесь должен быть 1,2. Это 8. А это 5,2. 8,5. Да, конечно. Должен быть корень 1,2. Значит, я либо ошибся, либо сейчас должен быть корень 1,2 у меня. Ну-ка. Значит, так, еще раз. 1 минус W плюс 2 плюс W. 3, да. 3 делить на это самое. Равно 2,4. Так, 0,8 равно. А, конечно. Балда. Ой, балда. Смотрите, я не там поделил. 0,8 умножить на вот это все. Неправильно. 0,8 умножить на это все равно единице. Хе-хе-хе-хе. О, балда. То есть 0,8 здесь было умножить на вот это вот. Поэтому это что-то 0,8,4,5. То есть 5 равно 4. О, вообще шикарно. 5 равно 4 на все это. То есть 4 на 2 минус W минус W квадрат равно 5. Это прямо в явном виде можно перекинуть. 4W квадрат плюс 4W плюс 5 минус 8 равно 0. Или что то же самое. 4W квадрат плюс 4W плюс 1, да, равно 4. Ну вот и все. 2W плюс 1 квадрат равно 2. Ну или минус 2. 2W плюс 1 равно, ой, плюс минус 4. Значит, вот это равно плюс минус 2. Вот так, корень из этого. Но минус 2 не получится. Там получится отрицательное число для W. А нам скорость явно положительная получается. Поэтому должна быть. Поэтому это, значит, это равно плюс 2. И получается 1 вторая. Все. Подставляя 1 вторую вот в эту формулу, мы сразу получаем ответ, что здесь 4 третьих. 4 делить на 3 вторых. Плюс 4 снова делить на 3 вторых. То есть, что это означает? Что я бегу по идущему вверх эскалатору, я бегу с одинаковой скоростью вверх и вниз. То есть, он идет со скоростью полметра в секунду, я бегу еще метр в секунду до 3 вторых. И вниз он бежит... А, я, значит, вниз 2 метра в секунду я бегу, но он сносит меня наполовину вверх, тоже получается 3 вторых. Поэтому получается вот такой ответ. То есть, 8 третьих умножить на 2 или 16 третьих. Ответ. Долго решали, но зато все понятно стало. Свою собственную задачу долго решал. ТУДДД. ТУДДД. Короче, 16 третьих ответ. 16 третьих. Вот. но это как бы это в минутах если предыдущий до 16 третьих это в минутах а надо ответ дать там там же было на самом деле 6 минута 9 и 6 минут а что такое 16 третьих минут это сколько секунд это 16 на 20 секунд то есть 320 секунд она вот тут даже 9 17 320 секунд ответ вот если точный ответ задачи 320 секунд я на всех уже задолбал но осталось всего три задачи и мы сейчас их решим так осталось три задачи мы их все решим сейчас мы порешаем их так порешаем их ну что же вот такая задачка номер 6 график квадратного трехчлена вот такого вот вида плюс bx плюс c пересекает оси координат точках k l и m как на рисунке ниже вот так m к оказалось что к л равно к м вот это и вот это равны к л равно к м и угол к м равен 120 вот этот угол 120 угол и к м равен 120 градусов да найдите корни данного трехчлена найти найти корни то есть к л ну их координаты ну вот это пожалуй единственная не очень красивая задача из всех ну скажем так не самая красивая да но решим все равно ее почему бы не решить раз здесь 120 здесь 160 здесь 60 градусов а значит соответственно у нас вот это вдвое короче чем вот это то есть если это x то это 2x вот это тоже 2x а значит вот это вот координата тоже равна 2 умножить на x то есть вот эта координата x это 2x это 3x еще 2x сюда ну а сюда x значит вот это вот соответственно x корней из 3 до тангенс этого самого до 60 градусов то есть мы все как бы уже знаем по сути кроме икса ну и надо на на самом деле просто подставить я не знаю может здесь есть красивее метод фигова знает а ну кстати мы чуть-чуть там сократим работу значит сократим работу прежде всего следующим образом мы знаем что в 2x наступает низ это гиперболы а низ это когда я производную приравнял нулю ой давайте только не их а какое-нибудь другое число x это у нас x будет z z корней из 3 2z и здесь соответственно z 2z . это 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 вершинка параболы и 3z нам нужно узнать z и 3z соответственно то есть нам нужно эти z на самом деле все но давайте продифференцируем получается 4 9 на корень из 3x плюс b равен нулю при x равно 2z подставляем получаем 8 z на корень из 3 плюс b равно нулю от чего значит мы сразу знаем что b равно минус 8z делить на корень из 3 вот вы уже нашли через z теперь c про c тоже все понятно при x равно нулю а вот координата m верхняя вторая она как раз равна c то есть c это z корней из 3 в точности поэтому получается что на самом деле у нас уравнение имеет следующий вид y равно 2 на корень из 3x квадрат минус 8z на корень из 3 плюс z корней из 3 и здесь x пропустил 8z плюс 3z вот наше уравнение с одним параметром z который надо найти осталось его просто найти ну надо просто подставить в него вот эту точку мы знаем что z равно нулю является его корнем подставляем получаем значит z равно нулю является корнем значит 0 равно 2z квадрат минус 8z на z то есть опять z квадрат плюс 3z и того ну по условию z не равно нулю ну как то тут вроде как очевидно да иначе бы все три точки слились в одно по картине ясно что z не равно нулю поэтому на z можно сократить и получаем что 3z равно 6z квадрат сокращаем на z 3 равно 6z и того z равно 1 2 вот мы нашли z и это и есть первый корень z равно 1 2 1 корень а 3 вторых это второй корень соответственно вот ответ ответ корни данного трехчлена вуаля задача 7 так тут то ли 7 геома то ли его то ли 8 тут вот две задачи осталось я их не успел распечатать там что-то за в этот момент я уже не мог печатать и я их записал просто себе в общем сейчас будет либо 7 либо 8 а потом либо 8 либо 7 я пожалуй геом оставлю совсем на конец потому что там я лажанулся сильно я вроде как знаю ответ доказать не могу строго блин вот кстати кто кто-то подскажет мне в комментариях как на самом деле тут надо действовать с геомой то есть я чувствую нутром вообще не знаю как это говорят одной точке до чувствую вы указать не могу но пока задач про карточки которую я решил сходу просто увидев сразу же мгновенно итак у еще кого нибудь у миши саватеева например есть четыре карточки вот значит вот на каждой карточке с обоих сторон написаны натуральные числа вот это как бы разные стороны и все эти все аитые и все битые бэжитые все принадлежат z и все больше нуля ну как бы натуральные числа у ну потом по взрослому состоянию вы будете их начинать с нуля поэтому как бы ну как бы надо помнить что в школе они начинают с единицы и поэтому лучше я скажу целые положительные числа ну вот что же он сделал он взял вот такие всевозможные пути которые можно здесь нарисовать их 16 по понятной причине потому что выбор любого из этих потом выбор любого из этих для любых двух этих выборов выбор любого из этих каждый раз домножается количество вариантов получать 16 вариантов эти 16 вариантов каждом варианте он все перемножил то есть ну например 1b2 1b2 a3 a4 a1 a2 b3 b4 ну и так далее все вообще все вообще варианты выписал сложил сложил вышло 350 найти сумму всех чисел на карточках сумму аитах плюс сумму бжиках вот такая класс очень классная задача которую я решил мгновенно в уме но не буду хвастаться потому что сейчас ноги на геоми мне придется стыдиться и краснеть итак в чем же суть а в том что на самом деле нужно просто написать вот такое выражение и раскрыть все скобки очень хорошая задачка простая но инструктивная когда я раскрываю все скобки у меня получается в точности все 16 написанных мишей чисел поэтому вот эта вот вся сумма как раз равна 350 ну 350 это что такое по основной теореме арифметики разложение единственное разложение 2 на 5 это 10 еще раз на 5 и на 7 но эти числа все больше или равны двойке и целые у нас произведение четырех чисел вот этих равно произведению этих четырех чисел согласно основной теореме арифметики вот эти числа являются перестановкой вот этих вот и все поэтому одно из них равно 2 одно из них равно 5 одно 5 и одно 7 а значит сумма всех чисел равно 2 плюс 5 плюс 5 плюс 7 то есть 19 это и есть ответ в этой задаче вот и ответ в этой задаче ну по идее надо тоже привести пример да что это вообще возможно ну так разбейте там а1 равно b1 равно единице это получится 2 а2 равно 2 b3 равно 3 ой b2 равно 3 ну там дальше тоже а3 равно например 3b3 равно 2 это не важно чтобы сумма была этой а4 равно 3 b4 равно 4 тогда все суммы будут как надо и все получится как надо вот такая супер задача на основной теореме арифметики прям вообще обожаю такие а вот теперь убийственная для меня задача которую я хоть и видимо правильно решил но доказать нормально не могу геома последняя задача сервис школьного этапа ну сейчас надо мной посмеются трушин с кавалем хором ой посмеются дайте им ссылку на это кто на них имеет выход на и на ну смысле я тоже конечно могу но веселее если кто-нибудь из вас даст вот как как саватеев обосрался начинает и за ой пардон на этой задаче так вот значит дано дано такая такой ящик дано из двух квадратов вот такой вот а b там c dm но эту точку даже никто не обозначал но бог с ней еще есть точка к со странным свойством что вот этот угол равен 81 градус а вот эти углы просто равны вот эти углы равны найти вот этот угол сейчас вот эти углы равны нужно найти вот этот значит я сразу предупреждаю я не знаю что-то у меня как бы я понимаю как бы на самом деле я уверен в том что я понимаю что происходит а именно что на самом деле они все лежат на одной окружности а ну вот как таких не могу это доказать там какие-то методы наверно есть ну да я же не буду писать уравнение да в общем я вот сейчас давайте я вам дам довод почему это так но если это так то мы сразу все поймем но давайте я дам довод почему это так вы смотрите я вы вот какое геометрическое место вообще точек откуда вот эти два отрезка видны под одним углом ну ясно что это во первых вот это вот линия да вот это вот линия с этой линии вот эти два отрезка всегда будут видны под одним углом ну и кроме того ясно что это собственно вот это окружности есть потому что ну вот эта часть вот эта часть окружности вот она как бы годится да но здесь тоже линия вот здесь какой угол здесь угол прям какой то вообще получается больше хотя не важно да в общем вот вот вроде как вот это вот вся прямая плюс вот половина этой окружности это вот та зона с которой они видны под одним углом ну потому что с окружности всегда если равные отрезки высекаются да то и равные углы вот правильно я говорю вообще не торможу нет ну вроде не торможу нет я не думаю я не думаю что я как-то сильно торможу здесь да то есть вот этот угол тоже будет равен вот этому но вроде да так вот ну и вроде как больше других точек нет ну я бы мог как сделать я мог запустить сюда вот эту вот эту вот под 81 и посмотреть на точку к очевидно что эти два угла были бы равны ну вот как-то как то так вот это все что я могу здесь сказать строгости здесь конечно нет но после того как мы это поверим ясно что вот эти два угла если от угла прямой то это только прямой тоже понятно потому что это я еще помню четырехугольник вписаны в окружность имеет противоположные углы суммы 180 я все-таки должен вспоминать геомы иначе я буду позориться так все время но если так то эти углы по 45 ну и тогда все собственно решено потому что это 81 это 109 это 45 остается вроде как 36 до 81 плюс 109 равно 180 ой стоп 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 сейчас 99 конечно и тогда все правильно да это 91 29 81 и остается угол 36 ответ 36 градусов вот ну вот значит это как бы такое полу решения ну что называется не судите строго я за я должен вспоминать геома у меня вообще четверка по геоме была в физической школе в аттестате Вот так Большое спасибо всем Кто слушал этот разбор Привет еще раз из студии Александра Золотухина